Ли Фигаро, Франция, на сибирских учениях российской армии Ален Барлюэ Ли Фигаро, Франция 24 сентября 2019 года Следопыт 85 командиром групп, можете начинать движение Кавказ 16, СВС Такие переговоры без конца звучат из громкоговорителя в командном центре на берегу Томи, которая теряется из видов в сибирской тайге Дюжина выстроившихся на берегу тяжелых танков Т-72В3 трогаются с места по направлению к реке, который изображает границу России Ей угрожает расположившийся на другом берегу противник Бронетехника быстро погружается в реку, которая достигает здесь 450 метров в ширину и 5 метров в глубину В скором времени из-под воды виднеются лишь пушки и верхняя часть башен Форсирование реки – критически важный момент учений Здесь мы подходим к пределу того, что можем сделать с нашими танками Объясняет генерал Яков Рязанцев, командующий 41-й армией Центрального военного округа Когда танки появляются на другом берегу под прикрытием густой дымовой завесы, артиллерия открывает огонь Воздух гудит от взрывов в радиусе нескольких сот метров В бой вступает два летящих в нескольких метрах друг от друга вертолетами Над всем этим зависли дроны, которые ведут прямую трансляцию на большой плазменный экран в штаб Эта четко выверенная военная хореография разворачивалась в четверг перед объективами камер на Юргинском полигоне неподалеку от Новосибирска По итогам этой операции в рамках крупнейших в этом году учений российской армии Центр-2019 силы противника Разумеется, были разбиты Их кульминацией стала пятничная впечатляющая демонстрация сил в присутствии Владимира Путина В Оренбургской степи, неподалеку от казахской границы, десятки истребителей, вертолетов, беспилотников, танков и артиллерийских установок Провели крупномасштабную операцию против вооруженных групп, которые обладают сравнимыми с армией и силами Мы во многом использовали полученный в Сирии опыт для улучшения нашей подготовки к бою, подчеркнул один российский офицер В течение пяти дней более 128 тысяч военных, около 20 тысяч единиц техники и 600 самолетов были задействованы в операциях, охвативших полтора десятка полигонов общей площадью более 4000 квадратных километров на Кавказе, в Сибири и Средней Азии На них присутствовали также силы полудюжин азиатских стран, в первую очередь Китая Цифры Центра 2019 производят впечатление, как и указанные на бумаге результаты Как бы то ни было, эксперты все же считают, что официальные данные, например, 297 тысяч человек на учениях Восток-2018, на самом деле не достигаются на практике Официальной темой Центра 2019 стала борьба с международным терроризмом и предотвращение потенциальной агрессии в Среднеазиатском регионе Часть учений прошла в Дагестане, где, как подозревают в Москве, скрываются террористы, которые несут ответственность за связанные с Исламским государством и Аль-Каидой Запрещенные в РФ террористические организации, прим.ред, теракты Есть у мероприятия политический посыл С учетом действующих после аннеаксии Крыма в 2014 году санкции плачевного состояния стратегического диалога с американцами Россия продолжает смотреть на Восток и хочет дать понять, что ее региональные партнеры с ней В этом году свои силы направили семь стран Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан, Индия и Китай 1600 человек, который уже был почетным гостем на учениях Восток-2018 В Таджикистане, на расположенном неподалеку от столицы Душанбэ полигоне Лаур Генерал Рахмон Зодомир Лизода наблюдает за совместными маневрами своих войск с российскими солдатами На горизонте песчаный рельеф сливается с раскаленным небом По сценарию, вооруженные группы пытаются перейти границу, которую воплощает горный хребет Тысячи российских солдат начинают операцию в поддержку таджикских сил после отправки самолетов разведчиков Танки, вертолеты и 120-мм минометы заставляют противника отступить с тяжелыми потерями, комментирует в микрофон российский офицер При отступлении боевики захватывают деревню и берут жителей в заложники Разведывательный дрон Орлан-10 позволяет выследить последних врагов, на которых обрушивается залпы Ракетград Южные границы СНГ под надежной защитой, утверждает генерал Мирал Изода Прессу также пригласили на ракетные полигоны Шулук неподалеку от Каспийского моря, где производились пуски С-300 и С-400 по воздушным целям, беспилотникам, самолетам и крылатым ракетам На море российский флот развернул полтора десятка судов, в том числе вооруженных крылатыми ракетами «Калибр» На полигоне в Казахстане прошли успешные пуски ракеты «Скандер-М», способных нести ядерный заряд Целый ряд жестких сигналов на фоне обострения общемировой обстановки и усиления стратегического соперничества держав В 2020 году главные учения российской армии должны пройти на юго-западе страны, неподалеку от Грузии и Украины Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ